Вдумайтесь в эти цифры. В Оренбургской области 6200 коллективов народного творчества, в которых занимаются в свободное от работы время более 80 тысяч самодеятельных артистов. Это же население целого города. Чуть меньше Новотроицка, но чуть больше Медногорска, Кувандыка, Сорочинска. Целый город занимается творчеством. Танцуют, играют, поют. И как поют. Народный ансамбль русской песни «Родные напевы» из Новотроицка хорошо известен в Оренбуржье. Колоритом песен, исполнительским мастерством. Коллектив – победитель всесоюзных и всероссийских конкурсов самодеятельного искусства. Участник известной программы «Играй гармонь». Призер областного телевизионного конкурса «А песня русская жива». Руководит ансамблем Нина Беляева, лауреат регионального конкурса «Грани мастерства». Она вообще уникальная женщина. Человек огромной внутренней культуры. Она прекрасно разбирается во многих видах искусства. Уникальные люди всегда вызывают интерес. Они же часто внимание к своей персоне пытаются перенести на коллег, с которыми по сцене и по жизни всегда вместе. По жизни они магиканы. Я всегда говорю, что девочки мои милые, не хочу отпускать вас с репетиции, потому что опять нужно будет вас ждать. Как мама ждет своих детей, так и жду я их всегда на репетиции. Это золотой фонд, можно так назвать, России. Потому что русская песня – это истоки наши. Уже, конечно, это клише. Такое оно уже и стрепанное немножечко. Но оно правильное клише. Мы единомышленники, мы очень понимаем друг друга. Песня, она вообще роднит. Улыбка, песня. Привела, конечно, меня любовь к песне, наверное, с материнским молоком и с вот этой вот чистотой, как родниковая вода, красота звуков. Она же завораживает. Как бы мы не наряжались в иностранные костюмы, как бы мы не заглядывали в глазки американцам, как бы мы там не хотели жить, как Европа, старый свет. Мы русские, у нас душа русская, у нас корни русские идут вот от этих бурановских, может, бабушек-то. Все чакры задевают, как будто вот в космос уходит вот это все, и оттуда же потребление идет. То есть вибрация идет сплошная, человек здоровее, человек просто подкрепляется энергетикой. Это же такая вещь пение. Дома прихожу, я уже такая, хорошенькая. И муж у меня хороший, и дети у меня хорошие. Я отдала свою душу пением. Все, я хорошая, и все у меня семья хорошая. Любовь к песне и настоящее творчество всегда связаны со зрителем, ценителем и поклонником таланта артиста. Что интересно и отрадно и радостно, что наш слушатель стал молодеть. Мы это заметили, мы этому очень рады. Раньше к нам ходили бабульки, в основном, конечно, мужчины не особо, они вообще их во дворец затащишь. А женщины, конечно, более зрелого возраста. Но сейчас молодежь, может быть, потому что у нас тоже молодежь появилась в ансамбле. Но ходят, ну и потом стали немножечко танцевать, а танцы это совсем же другой язык, более понятный всем. Есть в народном коллективе Дворца культуры металлургов совсем юные артисты, среди которых внучка Нина Беляевой, Виктория. Запевают песню молодежь люди среднего поколения. Ирина Полянская работает начальником Новотроицкого отдела управления Федеральной миграционной службы. Казалось бы, должность ответственная, хлопотная, нервная. Но женщина успевает и на репетицию сбегать, и в концертах принимает активное участие. И своих сотрудниц сумела заинтересовать народным пением. У каждого из нас есть какие-то ощущения детства, есть восприятие нации, национальности. И будем говорить так, что для любого, наверное, человека, когда звучит калинка, или когда звучит еще какой-то русский народный действительно хит, будем так говорить, это определенное патриотическое восприятие и восприятие на сегодняшний момент себя в этом огромном мире. Есть в родных напевах семейные пары. Например, Липаковы. Елена – преподаватель училища. Олег – руководитель молодежного театра-студии. Они такие разные – участники ансамбля «Родные напевы», но объединяет всех любовь не только к пению, но и к малой родине – Оренбургскому краю. Новотроцкий коллектив уже четверть века на сцене, и все эти годы оправдывает свое говорящее название – «Родные напевы». У коллектива большое будущее. Мы очень надеемся, что при помощи администрации города Новотроицка они будут покорять международные вершины. Всю ночь пела, всю ночь пела, мне сова, ты не слушай, и теперь ему темней, как вернется, запирай в окружных дверях.